Всех приветствую, с вами как всегда Седой Инвестор, продолжаем рубрику актуальные новости. Будет как всегда интересно, поэтому заваривай чаек, присаживайся поудобней, у меня уже все готово, мой любимый Старбакс, а я потихонечку буду начинать. Криптовалютная биржа Хобби объявила о стратегическом партнерстве с биржей Полоникс. Обе биржи постепенно будут сотрудничать по многим бизнес аспектам, в том числе по развитию экосистемы HT, подключению к проектам, распределению ликвидности и глобальному соответствию, создавая лучшую торговую площадку в мире и завоевывая пользовательское доверие, заявили в Хобби. Буквально неделю назад Хобби опровергали слухи о возможном слиянии с Полоникс. Вот такая стратегия мне по душе больше, чем стратегия Байненс, которая хочет завладеть абсолютно всем криптовалютным рынком, уничтожая всех своих конкурентов. Я против монополии, я хочу выбирать, а чтобы мы могли делать выбор, нам необходимо много площадок. Соответственно, у каждой должно быть свое руководство. Что касается Хобби токена, вы прекрасно знаете, как я отношусь к данному активу. И кстати, в конце октября выходил ролик, где я рекомендовал прикупить немного Хобби токена. И после этого он давал профит в размере примерно 140%. И после сбора ликвидности, актив также продолжает держать довольно достойный уровень. И те, кто не захотел покупать его по 4 бакса, вот теперь придется покупать по 6, а то и по 7 долларов. Иногда и мои активы, которые рекомендую, тоже стреляют. Глава крупнейшей в мире по управлению активами компании BlackRock предположил, что причиной краха FTX стало то, что компания создала свой собственный токен FTT. А следовательно, противоречила всей основе того, что такое криптовалюта. Финк полагает, что несмотря на крах FTX, криптовалюта и технология блокчейн по-прежнему революционны. Он также сказал, что относится скептически к биржевым токенам и полагает, что большинство этих компаний просто не будет существовать. Ага, скажите, это BNB. Финк также подчеркивал достоинство токенизации и отмечал, что она изменит инвестиционную систему. Поскольку вместо того, чтобы доверять банкам, будет возможен мгновенный расчет. В распределенных реестрах, которые демонстрируют каждого владельца и продавца ценных бумаг. Если задуматься о моментальных расчетах по облигациям и акциям, не прибегая к услугам посредников, комиссия будет снижена еще больше, объяснил он. Кроме того, миллиардер заявил, что BlackRock вложила около 24 миллионов долларов в FTX, но отказался от спекуляций на утверждениях о том, что они и другие компании, вроде Sequoia Capital, не проверили должной проверки FTX. Сейчас мы можем сделать все выводы, что это было похоже на какое-то неправильное поведение с серьезными последствиями. Если посмотреть на Sequoia, то у них были невероятные прибыли в течение долгого периода времени. Уверен, что они проверили должную отсмотрительность, подытожил он. У меня складывается такое мнение, что все эти миллиардеры вообще не разбираются в криптовалюте и для них это что-то новое. Оно как бы есть, но непонятно как работает. Почему я не покупал токены FTX? Почему я вообще не пользовался биржей FTX? Да, действительно, она была одна из самых крупных бирж. Но почему я никому не рекомендовал данный актив? Там присутствовали риски. Я не понимаю, разве те аналитики, которые работают на этих богатых дядек, глупее нас обычных блогеров, на рынке огромное количество активов, которые действительно недооценены и находятся на дне. Все уже забыли про Litecoin, все забыли про Zcash, Monero, Dash, Ethereum Classic. Уже все забывают про сам биткоин, Ethereum и BNB, но покупают всякую дичь, а потом плачут. Что ж случилось? Почему это произошло именно со мной? Ищут проблемы везде, но только не в себе. Необходимо смириться с тратой, сделать вывод то, что именно ты виноват в данной ситуации и не винить никого, только самого себя. И искать другие способы заработка. Слава богу, на криптовалютном рынке их полно. Вчера можно было заработать в моем закрытом чате о 3 до 6 иксов, это только на одной монете. Бывший гендиректор FTX Сэм Бэнкман Фрид сделал свое публичное выступление после краха FTX, ответив на ряд вопросов во время саммита DL Book от журналиста New York Times Эндрю Соркина. По словам Бэнкмана Фрида, он по незнанию смешал средства Alameda и средства клиентов в FTX. Я был искренне удивлен, насколько велика была позиция Alameda, что говорит об очередном провале надзора с моей стороны, а также неспособности назначить кого-либо главным ответственным за это. Но я не пытался смешать средства, я не руководитель Alameda, я точно не знал, что происходит, я не знал размера их позиции, говорит он. Тогда зачем ты это делал? Кроме того, Соркин спросил его, не опасается ли он за свою уголовную ответственность. Но Бэнкман Фрид стал утверждать, что этого у него ее нет и что для него это не главное. Бывший глава FTX добавил, что несмотря на то, что он пережил неудачный месяц, о своем будущем он не думает, а старается сделать все, что в его силах, чтобы помочь клиентам и заинтересованным сторонникам FTX. Позже в интервью ему также задавали вопрос о том, как его адвокаты относятся к публичным выступлениям. Я обязан разговаривать с людьми, обязан объяснять, что произошло, и я думаю, что обязан сделать все возможное, чтобы пытаться поступить правильно, сказал он. На самом деле нет смысла читать дальше данную новость. Сплошное лицемерие со стороны Бэнкмана Фрида. И как вы понимаете, если данный человек не считает себя уголовно ответственным, то скорее всего за ним стоят большие дядьки, которые получили довольно большую взятку и стали на его сторону. Это не есть хорошо, коррупция погубит мир. Я даже представить не могу, сколько он заработал и насколько больше, чем док вон, то, что Сэма Бэнкмана Фрида не трогают, а за док воном объявлен уголовный розыск. Ну, либо док вон слишком жадный и не захотел ни с кем делиться. Зачитаю еще один интересный пункт. В интервью ему также был задан вопрос о краже 600 миллионов долларов с биржи FTX, от систем которого, по словам Сэма Бэнкмана Фрида, он уже был отключен и не будет давать никаких комментариев. Председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами Ростин Бэхман подчеркнул опасности нерегулируемого криптовалютного рынка и необходимость соответствующего законодательства. У нас нет такой роскоши, как ожидания, добавляет он. Кроме того, он отметил, что у его ведомства ограничены возможности по регулированию рынка цифровых активов. В вакууме, образовавшемся из-за отсутствия регулирования, один из центральных спросов заключается в том, какие криптовалюты следует отнести к ценным бумагам, а какие к товарам. В свою очередь, Бэхман выступил с очень важным заявлением и заявил, что единственной криптовалютой, которую следует рассматривать как товар, является биткоин. В октябре он утверждал, что под определение товара также подходит и эфириум. А у меня на самом деле совсем другое к этому мнение. Ценной бумагой, как по мне, лучше относить NFT, так как за ней можно закрепить что-то физическое. Министр экономики Великобритании Эндрю Гриффит сказал, что крах FTX не отразился на стремлении страны стать ключевым центром криптоиндустрии. Мы продвигаемся в этом направлении, и я по-прежнему возглавляю группу по работе с криптовалютами, чтобы получать информацию от отрасли и делиться прогрессом. Да, существуют вопросы относительно будущего криптовалюты, но глупо было бы игнорировать потенциал лежащих в ее основе технологий. По моему мнению, последние события на рынке подчеркивают необходимость в своевременном, четком и эффективном регулировании. Закон о финансовых услугах и рынках уже позволяет нам заложить основу для регулирования криптоактивов из тейблкоинов в Великобритании. И в конце текущего года мы будем проводить консультироваться по поводу ведущего в мире режима для остальной части рынка криптоактивов, сообщил Гриффит. Полностью согласен. Трезвое и здравое мышление. И вот, кстати, тематика NFT подъехала. Производитель часов Timex выпустит уникальную коллекцию для держателей NFT Bored App Yacht Club и Mutant App Yacht Club. Всего будет выпущено 500 часов и такое же количество уникальных цифровых активов. Продажи NFT часов Timex начнутся 2 декабря на эксклюзивном мероприятии Art Basel. Двумя днями позже Timex Forger Pass будут доступны онлайн за 2 эфириума, а выпуск физических часов состоится во втором квартале 2023 года. Вы представьте, сидите вы значит на яхте, у вас миллиарды долларов, обсуждаете какие-то серьезные вопросы по покупке заводов, островов, земли и всего подобного. И у вас часики с обезьянками. Мне кажется это прикольно. Такие новости были на сегодняшний день, надеюсь немного зарядились позитивом и продолжаете ходить, инвестировать, ни в коем случае не трейдить и ждать своего часа. А он обязательно настанет, поверьте мне, в этой жизни все циклично. Когда вы занимаетесь своим делом, у вас есть свои цели, в первую очередь дисциплина, поверьте, такой труд не может пройти бесследно. Ну а у меня на сегодня все, всем до завтра! Субтитры сделал DimaTorzok